Губернатор Александр Ткачев вместе с вице-премьером республики Анатолием Калининым на рабочей встрече обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений между регионом и страной. По словам Калинина, Кубань очень привлекательный регион не только с точки зрения инвестиционного климата, но и климата природного, что способствует развитию туристических связей. Поэтому в соседней республике заинтересованы в увеличении количества прямых авиарейсов между Краснодарским краем и Белоруссией. Сейчас мы имеем совместное авиационное сообщение Краснодар и Сочи. Мы хотели предложить вам новое направление уже с вашими авиаперевозчиками российскими, чтобы они закрыли Таманапу, Геленджик. Какие территории курортные будут вам интересны и, соответственно, интересны белорусам? Курортная отрасль, которая является уникальной в нашем крае, в нашей стране, я думаю, что она может во многом принимать и белорусских туристов в большом количестве, потому что мощности позволяют, и, естественно, и сама инфраструктура, побережье Черного моря. Поэтому мы готовы открыть сотрудничество с нашими белорусскими партнерами. Очень надеюсь на хорошие предложения деловые, которые будут взаимовыгодны. Краснодарский край и Белоруссия сотрудничают уже больше 10 лет. Только за этот год товарооборот между регионом и республикой превысил 292 миллиона долларов. И за все время партнерства именно в 2014-м Кубань достигла наибольшего объема экспорта в Белоруссию. Самыми популярными товарами, поставляемыми в соседнюю страну, стали концентраты кофе и чая, семена подсолнечника и прутья из нелегированной стали. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».